Сегодня прогремел мощный взрыв в политехническом колледже города Керчь. Его жертвами стали более 10 человек. Также сообщается о 50 пострадавших. Такие цифры приводит Следственный комитет Российской Федерации. Сообщается, что большая часть раненых это подростки. В Следственном комитете рассматривается версия теракта. В преддверии наступления холодов решение вопроса качественного водоснабжения – одно из самых острых. В редакцию нашей телерадиокомпании обратили жители поселка Черноморский с жалобой на частые порывы водопровода и, как следствие, перебои с поступлением воды в жилые дома. Я представляю инициативную группу граждан поселка Черноморского. Значит, у нас, я 4 года уже как бы веду проблему с водоснабжением нашего поселка. Вот совсем недавно. Вообще, это здесь вот месяц как порыв. Очень большое количество воды утекает из этого порыва. После моего обращения он, правда, выделил трактор, как сказали. Здесь приехали, отрыли, зарыли и уехали. А вода также продолжает течь. Все. Больше ничего нет. Еще один порыв был здесь, на улице, значит, переулок Северный. Хочется, чтобы прекратилось вот это, вот это. И вода у нас в поселке очень нужна. Мы надеемся, что мы найдем взаимопонимание с новым главой. Видно его деятельность покла. Вот, допустим, по той стороне хотя бы чистятся кветы, обрезаются ветки. И все это идет потихоньку. Но нам кажется, что первая очередная задача – это решить проблему с водой. Система водоснабжения в поселении, конечно, требует модернизации. Из-за ограничения финансовых возможностей замены аварийных участков водопровода на новые трубы осуществляется не так быстро, как хотелось бы местным жителям. Поломка небольшого участка водопровода зачастую вскрывает большую серьезную проблему. С вопросом, какие меры принимаются для ликвидации порыва водопроводных сетей, мы обратились к главе черноморского поселения. У жителей поселка Черноморского поступило заявление в адрес администрации по существующим порывам на территории поселения. Это переулок Северный и улица Юбилейная. По улице Юбилейной в ходе раскопок было выявлено то, что пластиковая труба расположена в патроне металлическом, в связи с чем очень трудоемко найти сразу существующий порыв и устранить его на месте. Поэтому мы оперативно приняли решение сначала начать с переулка Северного. Была произведена замена 40 метров на пластиковую трубу, установили колодец и полностью данный порыв ликвидировали, который доставлял неудобства жителям. И уже долгое время вода текла по трем улицам. Ориентировочные сроки по устранению порыва на улице Юбилейной планируем. Если на этой неделе не получится, то на следующей обязательно закрыть данную проблему. От себя лично еще раз хотел бы обратиться к вам, уважаемые жители Черноморского поселения. При той или иной проблеме, выявлении, незамедлительно сообщайте мне. Я круглые сутки доступен. Телефон мой можете взять в администрации, либо в средствах массовой информации мы публикуем сотовые телефоны. Поэтому убедительно прошу вас незамедлительно обращаться ко мне и совместно мы будем устранять все эти проблемы оперативно. В силу тех или иных обстоятельств, если более трудоемкие, то будем держать на контроле и доводить до логического завершения. Я надеюсь, при совместной работе мы обязательно уровень жизни, благоустройство поселения приведем в соответствие и на новый уровень. В развитии благоустройства Черноморского поселения заинтересованы все и руководство, и местные жители. И все понимают, что есть вопросы, которые можно решить сегодня, а есть проблемы, которые требуют долгого решения. Но жители верят, что плоды совместной работы, администрации, депутатов, председателей квартальных комитетов и жителей наконец улучшат ситуацию жилищно-коммунальной сферы Черноморского поселения. Стоит отметить, что работы по устранению порыва на улице Юбилейной были начаты уже на следующий день. В последнее время в магазины продукты по улице Заводской и Омега по улице Энгельса чаще стали заглядывать одинокие малообеспеченные пенсионеры. А все потому, что в них появились социальные полки. Здесь каждый, кто не имеет денег на хлеб, может взять себе буханочку. Это реализация проекта добровольной социальной помощи под названием «Добрый хлеб». Цель проекта – оказать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В нашей торговой точке установлена полка «Добрый хлеб». На эту полку любой желающий может положить любой предовольственный товар. Эта полка установлена для нуждающихся, таких категорий, как пенсионеры, малоимущие. В общем, кто может помочь, пожалуйста, милости просим. Уважаемые нуждающиеся, если вы видите в магазине такую полку, не стесняйтесь, подходите, берите. Никто за это вас не поругает, потому что некоторые люди до сих пор боятся и не верят, что такое может произойти. Но, тем не менее, это так. Так что приходите, не стесняйтесь. Полка бесплатной помощи ежедневно пополняется продуктами. Бабушки, дедушки приходят и не верят, что можно взять бесплатно, начинают удостоверение, показывать монетки, отсчитывать, чтобы хоть часть суммы оплатить. И, как признаются владельцы магазинов, появляется ощущение, что мы делаем очень нужное дело. Проводятся в этих магазинах и другие социальные акции. Например, 15 и 25 числа каждого месяца пенсионерам предоставляют скидку на все товары. Или установлена социальная полка, где расположены товары по сниженным ценам. Кстати, это хороший пример и для других торговых точек. Причем самому магазину это ничего стоить не будет. А наш район сразу же войдет в число социально благоприятных территорий. И удельный вес добра в мире станет намного выше. На совещании в районной администрации презентовали проекты, которые будут представлять муниципалитетно-краевом конкурсе «Лучший проект, реализованный органом территориального общественного самоуправления». Конкурс учрежден этим летом на четвертом форуме органов ТОС в честь 75-летия со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. От Северского района в нем примет участие 10 проектов. Как отметили участники совещания, проектная деятельность органов территориально-общественного самоуправления поможет повысить деловую и социальную активность населения. Педагоги Северского района продемонстрировали свои таланты на галаконцерте «Под мелодию ветров», организованном Управлением образования. В уютном актовом зале школы номер 43 «Северская» собрались учителя и воспитатели, чтобы поделиться своими талантами. Педагог – это человек, посвятивший свою жизнь другим, поэтому зачастую у него просто не остается времени на хобби. Но среди учителей и воспитателей немало артистически одаренных людей. Правда, не все из них способны поделиться своим творчеством с другими. Виной тому скромность. Об их талантах знают только самые близкие люди. Но есть и те, кто сумел перебороть страх сцены. Дети в нашем садике радостно живут. Лебеди рисуют, пляшут и поют. На лицо прекрасные добрые душой. Участники гала-концерта выступили в таких номинациях, как художественное слово, эстрадный народный вокал, народный эстрадный вокальный ансамбль. Все они награждены грамотами. Редкий лунный метеорит выставит на торги бостонский аукцион RR Auction. Камень нашли в прошлом году в Маверитании на северо-западе Африки. Вероятно, он упал на Землю тысячи лет назад. «Метеориты сами по себе большая редкость. За всю историю Земли найдено и зарегистрировано учёными примерно 60 тысяч метеоритов. Из них менее 350 лунные». Камень с Луны весит более 5 килограммов и состоит из шести частей, которые складываются вместе. При этом большинство метеоритов обычно не больше мяча для гольфа. «Это один из крупнейших лунных метеоритов, когда-либо найденных. Мы раньше такого не видели и называем его лунным пазлом. Он состоит из шести разных частей». Ещё одна особенность лунного метеорита в том, что он непарный. Иногда разные части одного метеорита находят в разное время. В таком случае они называются парными. Непарные метеориты более интересны коллекционерам и, возможно, более ценные для научных исследований. Начальная стоимость лота – 500 тысяч долларов. Торги пройдут в онлайн-режиме 18 октября. В 2012 году аукционный дом Heritage Auctions выставлял на торги лунный метеорит весом 1 килограмм 800 граммов. А 11 лет назад в Марокко был найден кусок упавшей с луны породы весом почти 12 килограммов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова